друзья всем привет всем доброй ночи midnight loft онлайн как обычно в полночь врывается в вашу жизнь мы продолжаем наш сериал мы продолжаем нашу love терапию пятом сезоне для кого-то это love терапия для кого-то это интенсивная уже love терапия как в любом хорошем сериале у нас очень много сюжетных линий много главных героев много просто новых героев да и соответственно раз эта история она продолжается она уже превратилась из сериала в такой такой себе сиквел соответственно у нас динамика нашего развития она постоянно пополняется какими-то интересными душесчипательными историями мы по-прежнему очень увлечены онлайн технологиями по-прежнему в таргетах у нас стоит артистическая жизнь лайфхаки интересные хобби способы выживания на самоизоляции сегодня гость нашей импровизированной студии сергей мазу прекрасный скрипач которого очень многие знают знают в нашем музыкальном круге знают за его пределами ну что сказать можно о сереже сережа неоднократный участник лофт филармонии и он выступал в составе так сказать бородин квартет джуниор который на самом деле этот квартет называется квартет московской консерватории я уж не знаю кто взял и дал им такое название сейчас мы все с ними с ним разузнаем на этот счет в том числе но тем не менее это были очень успешные концерты но что принципиально я хочу заметить сереже все разы в лофт филармонии удавалось избежать каким-то образом модерации но возмездие неизбежно поэтому сегодня модерация состоится в полном объеме уже сейчас я готова его пригласить в нашу студию внимание на экран сереже всем привет всем привет алиса привет сереже привет как радостно тебя увидеть здесь в этих диалоговых окошках как хорошо что ты присоединился к нашему онлайн проекту который стал в последнее время может быть даже популярнее уже лофт филармонии как знать потому что лофт филармония сейчас сожалеть находится на большом амбарном замке вот как твои дела как твоя самоизоляция прости пожалуйста сейчас секунду алиса стоп это я не тебе у меня здесь колонка просто которую зовут алиса вот и она очень быстро реагирует на это все вот в общем все хорошо все классно карантин проходит ну наверное как у всех такие как бы этапы на этом карантине происходят ну то есть первый этап это наверное выспаться хочется выспаться потому что ты все время работаешь ты чем-то занят вот на сон не хватает времени вот этот этап уже прошел вот я выспался дальше а насколько долгим был этот этап то есть как бы ты вот уже сейчас работал на опережение поскольку каждому последующему игроку ему тяжелее в этих онлайновых окнах со мной поскольку ну как бы все время эта дистанция она все увеличивается увеличивается сначала нас заперли в конце марта вот давай так поэтапно сквозь какие как бы ты проходил трансформации и к чему ты пришел я засыпал в 6 утра в 7 утра это вообще абсолютно нормально вот птички пели все расцветало вот а сережа засыпал вот но сейчас я ложусь вот как раз вот где-то через час в принципе вот я восстановил абсолютно режим как бы даже я раньше засыпал когда работал мне кажется я засыпал позже чем сейчас как-то так но мы сейчас тебя вернем в рабочий процесс как бы мы за час не уложимся да нет я нормально себя ощущаю просто решил как-то так попробовать себя ну восстановить режим и еще даже его усовершенствовать вот так что и получается так что слава богу вот что касается следующих этапов на карантине следующий этап на карантине это хорошенько позаниматься так позаниматься как всегда хотел вот уделить внимание каким-то мелочам на которые просто ну не хватало времени в обычном потоке действий тоже удалось опять же этот момент закончился так и не начавшись особо не начавшись да ну там значит да он сколько он неделю где-то длился мне кажется не больше какой интенсив ты сколько программ за неделю то выучил не томи да вообще кошмар нет ну я как бы я вернулся к истокам таким которым вообще может быть и не притрагивался даже в общем чего там было то это значит вот этап когда ты хочешь заниматься он закончился потом наступил этап когда ты хочешь веселиться развлекаться использовать те те вещи которые ну не мог себе позволить ввиду ограничения времени просто а вот здесь вот поподробнее такая это какие какие вещи ты не мог использовать посмотреть фильмы какие-нибудь все время вот вот действительно рекомендуют фильмы ты такой да да класс я посмотрю обязательно ну ну когда просто тупо нет времени дальше у меня есть замечательная приставка playstation вот и я ее купил вот но она у меня пылилась и я ее не использовал я прошел куча игр за это время тоже классно ну как бы вообще вагон времени который можно использовать можно чуть-чуть по не знаю там позалипать грубо говоря там можно прийти в себя потом и использовать это время с толком в общем на этом карантине было все наверно как бы и в ту сторону и в другую и как бы сейчас я понимаю что вроде бы вот на данный момент мне хочется уже прям вот взяться за себя вообще со всех сторон вот и уже никаких развлечений не нужно уже не знаю я например начал готовить вот учусь там всяким разным блюдом я делаю зарядку там упражнение все такое вот в общем ну как-то что-то что-то делаю занимаюсь вот ребят всем привет вижу ваши комментарии да пишите пишите нам сереже ну значит этот рассказ как бы такой чинный все как бы вот очень так по полочкам структурировано казалось бы комар носа не подточит а вот а вот у меня есть как ни странно вопросы какой на какой этап попал твой первый онлайн который проводила не я совсем вот мне просто любопытно какую недобру годину это попало то есть ты как раз вот был в каком состоянии хотелось развлекаться мне хотелось развлекаться конечно все ясно но это очень коротко и понятно хорошо смотри вот и затронул тему что сейчас бы тебе хотелось заняться уже саморазвитием да то есть как бы по большей части чем деградации и разложением личности так сказать своей просто можно вот так вот прямо говорить все хорошо да но вот у меня вопрос а вот конкретнее то есть смотри ну ты понимаешь мы попали в тяжелую ситуацию ну может быть она конечно у рнмсошников не такая уж тяжелая но тем не менее она нестандартная для всех для нас и онлайн технологии они имеют место быть и я тут приставала к музыкантам значит и пристаю с вопросом как вот все-таки ты для себя решил что из вороха онлайн возможностей ты можешь использовать для своей деятельности то есть ну я напомню там были всякие вот эти вот акапелла там окна да всякие зумовские соединения всего возможного и невозможного в камерном ансамбле был было предложение ведения влога блога подкастов ну в общем как для того чтобы во первых музыканты не теряли как бы да присутствие духа ну и чтобы поддержать аудиторию потому что люди напоминают лишились концертов лишились вашего внимания вашего искусства вот что для себя ты определил как допустим интересную по крайней мере опцию может быть у тебя еще не дошли руки он так хотя бы приценивался уже скажем так это можно те же самые эти прямые эфиры делать как ты что-то исполняешь а что тут еще сделаешь как бы это же вообще ну ограничено эмоционально это нельзя сравнить с концертом с живой публикой как это у нас обычно происходит вот просто можно записать себя и потом все выложить вот но вот например мой отец вот он занимается с ребятами с малышами онлайн уроки преподавали у меня преподаватель скрипки вот и вот он вот так себя находит на этом карантине он как бы продолжает то же самое дело чем он и занимался но теперь онлайн и ну вот вот в его наверное деятельности вообще ничего не изменилось вот он что получал как бы вот эти вот эмоции детишек которые радуются когда что-то получается вот ну как бы и он тоже радуется и все такое а вот у нас я думаю что это никак невозможно это заполнить вот эту вот нехватку сцены потому что но это это не те эмоции но согласись когда ты в наполненном зале находишься там просто ну все ну все по-другому нет ну ты зря думаешь что я буду с тобой спорить спорить как раз по вот этому вот поводу я не стану безусловно это так эмоции не те экран есть экран но хочу напомнить что помимо концертов да и концертной деятельности каждый музыкант в принципе но по идее у нас на роду написано должен заниматься каким-то просвещением какой-то такой просветительской функции и и вот я за эту тему начало активно топить на самоизоляции потому что опять же мы отрезаны от всего остального я подумала что ну хорошо может быть для кого-то это будет там не обязательно интеллектуальный какой-то супер-пупер контент да у каждому свое ну вот возвращаясь к вашему замечательному юмористическому опыту записи на ютюбе которая уже была упомянута мной в онлайне с мишей фейманом вот цыганская тема меня волнует будет ли она продолжена потому что как бы пабло сарасата да цыганские напевания как бы уже вычеркнули может быть цыган каравеля в конце концов прозвучит в таком же исполнении но на самом деле мы же кучу вообще разговоров было про это все потому что мы хотели продолжать и и и мы очень много думали что что дальше что же нам нужно искать надо искать образы а потом мы в какой-то момент так сели и подумали в смысле зачем нам что-то искать но вот это бомбануло вот оно пускай останется пока что у нас это последнее решение которое было вот в нашем вот коллективе в нашем союзе а вот комментарии комментарии не лгут и тут вот пишут будет будет то есть как бы спойлер все-таки как бы состоялся что-то будет это сейчас конечно придумал я на самом деле посмотрите команда вся в сборе ярик на месте сереженька на месте мишенька тоже сейчас смотрит дружно онлайн вот и как бы на самом-то деле на самом-то деле я думаю что это очень хорошая тема потому что ребят ну как бы сделано талантливо было очень весело это посмотреть первый раз я думаю что второй раз может быть еще более гениально тем более люди сейчас находятся не все в хорошем настроении поэтому эти с каждым днем это практически вот я уже назвала пятый сезон до этих эфиров интенсивная лопатерапия тоже пошла на повышение этого градуса нужна помощь нужна подмога со стороны музыкантов думаешь как бы я еще вот плечо поддержки так сказать в этих окнах и каждому по его возможности потому что вот скажем честно я уже затронула тему модерацию сегодня я понял ты меня просто так не не ставишь конечно нет ну ты же меня хорошо сереж ну вот тебя выручали всегда твои друзья коллеги по сцене по цеху и миша и федя но сейчас твой звездный час а насти нет ну насти мы в отдельном окне встретимся ну вот сережка вот все таки мне как человеку который придумал это это издевательство над вами модерацию очень интересно почему ты так избегал этой опции если на самом-то деле язык у тебя подвешен голова светлая сейчас ты чувствуешь комфортно я надеюсь со мной в чем же дело как говорит отелла да я вообще не это тебе кажется что мне комфортно я вообще не люблю разговаривать мне такая ерунда я борюсь с этим как вообще не знаю со своим врагом но но действительно мне проще выражать свои эмоции я не знаю жестами или там чем-то еще я вот двигаю руками вот пока это все рассказывает внизу вот потому что руки сначала или там не знаю что угодно телодвижения какие-то потом уже слова ну не знаю как то так случилось вот и когда мы выбираем там на концерте кто будет говорить я говорю нет за кем ну просто я чувствую не мое может быть этим нужно конечно заняться и будет лучше ну как-то я просто не вижу что что это мне прямо подходит ну учитывая что сейчас мы с тобой переживаем совершенно уникальный опыт вот этих вот и диалоговых окнах я думаю что просто следующий раз в локте мы тебе дадим в руки смартфон в другую руку мы тебе дадим кружку с чаем чтобы ты себя чувствовал как дома и ты просто проподрируешь как бы глядя в телефон вот такой мопс классная крышка ерунда такая есть надо работать над собой в любом случае артист каждый должен конечно уметь представить себя рассказать что-то пару слов это клево аудитория очень хочет чтобы я обратила внимание на твой фон да фон у тебя совершенно роскошный я бы сказала между небом и землей какой-то перешейк мост в неизвестность мост бесконечность да это просто очень круто ребят я тоже отметила концептуальное решение просто на пятерочку я кстати иногда вот качаюсь на нем он может упасть вообще джунгли мне нормально я привык тут еще дождь очень здорово сережа а вот если такой вопрос задать по поводу рнмсо дело в том что он совсем недавно я обратила внимание что ваша деятельность оркестрова она была в каком-то виде ну восстановлена наверно громко сказано короче что я видела видела что была сделана такая фотография зум-конференции правда группы виолончели то есть там каждого виолончели статегнули ну и как бы потом я это в стори листа я видел что у доброго десятка человек но ничего не могу сказать о скрипачах я стала переживать а вы вы были работаете ли вы бездельничаете у нас завтра в одиннадцать часов мастер-класс так что все в порядке то есть история теперь мы увидим от скрипачей но просто у нас к этому мы пришли попозже чем остальные так что а так и на самом деле я бы не сказал что мы работаем меньше сейчас в принципе я имею ввиду всех ну как бы так работаем что ну прям я один день занимался партиями шесть часов чтобы выучить как бы издать их ну вот надо записывать и отправлять кусочки из там всяких симфоний интересных и ими нет там все интересные в общем работаем как будто больше чем работает так как будто бы никто не видит у меня есть такой хэштег мне кажется здесь подходит реально этого никто не видит на самом-то деле просто подпольный молодежный цех слушай сереж ну а вот что касается отпуска вообще вот как бы по срокам вас как-то сориентировали то есть вот сейчас грядет июнь да мы уже конечно затаились мы понимаем что у нас вряд ли выпустят хотя может быть чудо и свершится но все-таки по рабочим моментам понятно что на сцену вряд ли вас как-то уже предупредили мы уже все подписали с 15 июня на 28 календарных дней заявление о отпуске так что получается что в августе они рассчитывают вас вернуть уже как бы в обычный реальный формат по идее у всех я думаю оркестров начнется да и вообще не только у оркестров начнется сезон просто в августе вот и ну я знаю что вот такие же бумажки подписывали многие оркестры вообще в москве вот в россии и за рубежом наверняка ну в общем да понятно слушай а вот тоже такая опция о вашем оркестре которую я честно говоря не знаю ну частая ситуация когда в оркестре да вот концертмейстеры разных групп собственно собирают он допустим квартет да ну что-то такое это камерная ансамбля ну понятно что струнный квартет то что лежит на поверхности а вот у вас есть такая активность или нет в смысле у нас у кого ну у вас в рнмсу есть такая как бы традиция я не знаю независимая заловка или что-то типа того я подумал что только у концертмейстера нет у нас есть камеры вот я не понял вопрос короче говоря у нас есть камерные концерты вот солистов оркестра ну они называются солистов оркестра но на самом деле там играют каждый вот потому что мы все там солисты вот так по секрету ну в общем да есть такие в камерном зале филармонии 2 концерты где как бы разного плана такие вечера происходят туда уже и продаются билеты до этого вообще первые ровы по моему они были бесплатные абсолютно сейчас нам приходит то есть прям зритель вот и а это как-то примеруется отдельно то есть или это входит вашу активность то есть допустим ну ты говоришь продаются билеты и не все ведь и ну принимают наверняка участие в этих камерных составов то есть если например ты сыграл все концерты в оркестре потому что работа все понятно а потом бонусом играешь еще вот такой вот камерный концерт который требует отдельных репетиции ну и всех вытекающих это как-то отдельно оплачивать вроде да вроде да можно настраиваться на то что тебя мы увидим скоро в камерных суставов там на филармонии 2 вполне вероятно может быть но я нет я имеешь ввиду а если не примеру это все но сережа заметь это ты сказал не я нет я сделал выводы просто логически обычные нет но я на самом деле сделала выводы в недависимость от того получаете вы гонорар или нет вернее как я поправлюсь я считаю что совершенно нормально если за это платят как бы сверху ручка потому что вообще-то это требует немножко других усилий так если что но я радуюсь другому я радуюсь тому что играется камерная музыка и что она как бы все еще продолжает подниматься из-за этих вот понимаешь из небытия так сказать не наоборот что такие есть абонементы так что да мы хоть расцветаем так иногда потому что сложно все-таки ну вот все время играть только в оркестре надо иногда выбираться как ну давай вернемся к реальной жизни теперь как это вне рабочего процесса вне как бы музыки сереж ну ты вот уже описал чем-то там приблизительно занимаешься как бы такая картинка пазл сложился более или менее но сейчас мы будем все глубже и глубже копаться в этом пазле значит первый вопрос что такое вот самое яркое сейчас тебе сразу вспоминается если я скажу почему ты больше всего скучаешь на самоизоляции это реальная жизнь и по кому ну это так вопрос под звездочкой ладно почему я скучаю да я живым людям по общению как всегда это было вот они вот они вот это вот все ну ну просто очень редко я вообще просто спокойный человек не вспычивый ничего такого вот но просто иногда у меня нагнетаются такие странные мысли что ну не мысли в смысле состояние такое когда просто ну вот надоело надоело уже невозможно сидеть уже просто хочется выйти на улицу сорвать эту маску просто побежать куда угодно там под дождем в лес ну что угодно сделать вот на просто ну как бывает такое хотя я еще раз повторяю я очень спокойный человек сдержанный если надо терпеть я буду терпеть ну в смысле так в пределах конечно но как бы но вот уже возникает то есть но перебор конечно тебя получается начало бомбить уже да простым языком ну конечно уже хочется какой-то деятельности активности и и привычного образа жизни вот ты же понимаешь что в ближайшее время все равно этот маскарад с масками и так далее он продолжится то есть даже выпустят но все равно вот это вот дистанция там да и масочный режим просто меня лично это угнетает потому что я просто представляю этот анекдот когда ну дай бог мы с вами со всеми встретимся да так или иначе но будем и совершенно не узнаваемы то есть у нас будет новый стайл на моде на стиле то есть я просто даже представь вот мы сейчас с тобой общаемся да как бы я надеюсь что я узнаваема потому что ты как бы узнаваем но вот будет но вот будет вот так понимаешь вот вот так как бы я даже не знаю показать и все не я узнаю я думаю узнаю ну а ты пошевелюри узнаешь вон я как зарос знаешь сейчас есть только две мужских прически как бы вот 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 об супер объем как это шаума шамту там не знаю три погоды либо есть три миллиметра да есть три миллиметра зэковский такой вот ну ладно понятно знаешь вот ты уже затронул тему приготовления дело в том что совсем недавно когда начался пятый сезон сериала я объявила о том что я создаю онлайн поваренную книгу рецепт от музыкантов на тиме каждый 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 делится своими супер блюдами ну чем поделишься ты что у тебя считается короночкой такой коронка болоньезы конкурирующая фирма появилась так мне это нравится потому что я тоже сильно в итальянской кухне давай бомби ребята берем на карандаш все а я кстати вот буквально перед эфиром поел доширак вообще тут такой повар себе не доделанный но просто ну вообще я в принципе не притрагивался к готовке раньше вот но сейчас просто так сложилось что начал готовить вот и и болоньезы получился прям получился и уже такой прям как сказать гарантированно получается каждый раз вот и ну что могу только одно сказать сельдерей вот секретный ингредиент вот и все вот а что остальное в принципе все одно и то же там кто-то ходит на заднем плане подождите 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 не все сразу значит хорошо еще буквально такой очень важный вопрос мы готовим совместно коктейль который называется карантин он алкогольный подожди вот серёжа значит твоя задача это такой интерактив в моих онлайн у меня всегда есть какие-то игры всегда есть какие-то приключения вот если бы я тебе сказала любые ингредиенты в которые тебе приходят в голову чтобы создать этот эликсир ну здоровья или не совсем не знаю коктейль называется карантин какие его ингредиенты по твоему мнению твоя полная фантазия я просто скажу тебе сначала который я знаю и который пил и который мне также называли этот коктейль вот и он отвратительный абсолютно просто ужасный коктейль который нельзя вообще пить в здравом уме ну вот это апельсиновый сок пиво и водка вот это ужасный коктейль вот но вот он называется карантин а уже вот назвали но не знаю какой подходит коктейль под под этот период ананасовый сок с мартини подсказывает лёня там что-то вы развели каких-то чапи я не знаю что вы там что собак кормите котов ребят прекратите нормально пускай играются ну здорово же имбирь куркума алкоголь так это еще одна версия серёжа у тебя какая неплохо кстати имбирь куркума алкоголь алкоголь только какой не уточняют любой как бы все что горит я вообще мне кажется у меня у меня должен быть коктейль с ромом какой-нибудь ну давай белый или черный ром давай черный черный ром так есть вот дальше пишет рома боже мой какой креатив ребята молодцы какую-нибудь корицу туда добавить что-нибудь там но обычно ром с колой пьют это уже почти это какой-то получается подожди как называется этот коктейль когда ром с колой это этот куба либра так как-то что-то такое называется не подсказывает неплохо да лоргексидин с корицы историю корицу да ребята слушайте да забудьте вы про вирус главное давайте почему никто не называет абсент мне кажется что абсент это обязательно ингредиент такого тройной одеколон это петя пишет лоргексидин с корицы я все для вас друзья петя ну тут сложно спорить конечно ты подошел профессионально к этому вопросу весьма в общем черный ром корица ром а туда апельсинов накидать дольки такие отлично кидаем уже и еще туда этот самый как его егермайстер а хотя нет это странно звучит звучит но должно быть странно потому что это карантина то есть как бы значит типа один глоток тебя ты может и убить и воскресить как бы тут должен быть такой вот мы сейчас его придумаем а я его по идее должен попробовать потом правильно давай я все-таки отменю ягермайстер нет у тебя есть все ингредиенты сейчас как бы дома пожалуйста ты можешь прямом эфире это приготовить даже мы потом тебя посмотрим могу пиво приготовить только у меня пиво ну вот нет это мы сейчас в теории мы как теоретики нет ну в общем ну давай оставим ягермайстер вот мой коктейль 5 секретных ингредиентов они уже не секретны 20 моих фанатов уже 20 твоих такие же как твои такие же как мои да получается ром кола апельсин что там было и корица корица и еще но в общем 5 ингредиентов там уверенно есть хорошо все понятно что касается досуга который все-таки присутствует на карантине но то есть после такого коктейля неплохо было бы не только фильмы посмотреть и так сказать поиграть в онлайн игры там в приставке и так далее почитать а почитать да да бывает конечно есть такое да а что ну недавно читал стихи евтушенко просто наткнулся на полке и открыл их какой молодец значит колоквиум тебе больше не страшен потому что как раз евтушенко шла вещь на моем колоквиуме если что его осудились на консерватории знаю эту информацию она может пригодится да ну мне уже куда тягаться а кстати а кстати слушай тебе же очень повезло на самом деле вот был момент когда ты такой слава тебе господи я успел закончить консу к этому моменту да было да да ну это конечно вообще не позавидуешь тем ребятам которые сейчас заканчиваются конечно что у них все так накрывается по сути вообще у всех выпускников в принципе нет выпускного ужасно не знаю как это пережить ты сочувствуешь по поводу выпускного я думала ты по поводу госов сочувствуешь что люди шли пять лет нет да я просто еще связала еще и с этим я видишь так вот с темы туда-сюда бывает слава богу семья уже закончил консерваторию да да рома именно так понятно хорошо а вот то что касается занятий вот все таки что же ты такого выучил вот мне просто интерес интерес же не праздную а вдруг там что-то камерное провели к нула ты же понимаешь что midnight loft онлайн достаточно близкий формат к лофт филармонии поэтому все может быть камерного ничего я конечно не учил единственное что учил шуберта квинтет шуберта квинтет с двумя велончелями которые мы играли в малом зале с ребятами вот и он же должен был пойти на госэкзамен по квартету у феди тишкевич вот и я как бы им занимался знаю что мы же все таки должны сыграть и у меня же еще был брамс квинтет фортепианной с другим составом тоже в консерватории то есть я вроде как закончил но вообще там иллюстрировал бы как бы достаточно много бы какова сейчас судьба камерного ансамбля то есть камерные все сдается по видеозаписи вообще по тем которые были которые были и у нас все эти записи есть с концертов как бы они нормальные вот они приличные и поэтому и ну и шуберт у нас вообще из малого зала вот как бы мы бы там и играли то есть и все как бы мы с одной стороны конечно же мы написали в этот в общий чат нашего камерного ансамбля и ура да мы сдали всех поздравляем вот и с другой стороны естественно все написали что блин как жалко мы надеемся что мы когда-нибудь это по-настоящему сыграем вот мы так к этому шли готовились и хотелось бы но то есть но это это очень вообще конечно неприятная история вот с другой стороны что здесь еще сделаешь наверное можно было мне кажется перенести их на август но почему-то не сделали может так значит так надо ну понимаю понимаю ну хорошо да не будем затрагивать эту неприятную тему во первых хотелось бы чтобы быстрее все-таки это все вернулось как-то в нормальное русло но жаль что это попало на госэкзамены и жаль конечно что программы замечательные я очень сочувствую камерному ансамблю в частности потому что экзамен серьезнейший и вообще интересно к этому готовиться на самом деле это всегда такое классное чувство когда выходишь играть малый зал такие программы да еще и с классными игроками блин ну ладно а вот еще такое самоизоляционный вопрос тут люди ломанулись учить языки сереже разный причем кто-то опять за итальянский взялся кто-то достал французский который пылился на полке а что достал ты абсолютно ничего я абсолютно анти полиглот там языковед как их еще называют этих прекрасных людей я очень уважаю потому что вот у меня не получается вот так ну это наверное лень матушка берет свое вот то есть афоризм который существует что я совершенно непринужденно и профессиональным образом молчу на семи языках это можно привязать к тебе да 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 си на тюрних кто-то позабыл русский это видимо мне пишут уже комментарии но ребят извините извините я очень много молчу на самом деле целыми днями хотя в последнее время я на подкасте начала отыгрываться я тренирую свою риторику максимально и произношение дикцию четкость просто у меня же нет опыта прямых эфиров поэтому что ты не переживай ну подумаешь это всего лишь межгалактический позор на весь youtube и на весь интернет завтра уже 18 наших с тобой фанатов вообще нормально ну сейчас 18 как бы число меняется даже в онлайне ну и плюс еще прирост будет посмотрим как о результатах я завтра тебе отчитаюсь когда ссылка появится вот но это все больше это все по мере поступления проблем ну хорошо серёж а вот будучи музыкантами все-таки наша аудитория очень часто интересуется классический академический музыкант неужели мы такие скучные с вами дорогие друзья что мы ничего больше вот кроме классики не слушаем и не играем поэтому у меня в связи с этим вопрос насчет джаза это как бы отдельный вопрос нравится играешь не играешь и второй вопрос вообще другие направления что ты слушаешь я тебе так скажу я вообще с малых лет в принципе импровизировал и как бы мне это всегда было близко ну вот именно в жанре джаза да и я помню мне папа играл аккорды какие-то джазовые я под них подбирал просто какую-то мелодию вот это было как веселая затея такая папа с сыном вот и и ну до сих пор как бы могу в принципе там ну вот этим вот всем навыкам спасибо папе привет он кстати недавно в инстаграме зарегистрировался вот я передаю тоже привет а у папе и минутка пап вот и в общем да с тех пор у меня как-то вот пошло вот это вот импровизационная такая нотка которая иногда всплывает в нужное время и помогает мне вот потом что могу сказать у нас была рэп-группа в детстве ого там было в детстве ну в таком не очень далеком детстве 13 там 14 лет 12 15 ну я просто считал вот повторю профессию в общем exit 5 такая была группа у нас а Миша Фейман от Маль Касимов вот кстати в комментариях как раз был вот у нас были свои никнеймы у нас было пять вот и мы встречались на выходе номер пять из гостиного двора там была наша гнесинская школа вот и мы конечно отжигали классно было мы ездили в зеленоград записывали треки мы сами делали фонограмму минусы ого ничего себе классно писали тексты и ходили в таких штанах которые ну там ты понимаешь рэперских вот такие короче которые смотнёй да смотнёй вот это слово точно вот ну это было клёвое время мы проявляли себя как могли вот что вот у нас там было в нас в таких мелких пацанах вот мы как бы это всё там выливали ну ребят ну я как бы жду на самом деле тут уже написали камин аут ну да как бы на самом деле нужно как бы поднять это из какой-то ностальгии очень хочу это послушать если треки сохранились хотя бы один они есть ребята сейчас там в шоке конечно что я говорю об этом но они есть ребят кстати говоря вы тоже забыли про это они есть о ну вы слушайте ну всё интереснее и интереснее пожалуйста допустите меня в свой закрытый чат я хочу хотя бы один раз это услышать у нас открытая группа вконтакте а даже так а группа находится на каком портале я просто сразу после онлайна пойду послушаю вконтакте я скину тебе с кирпу и всё нормально хорошо серёжа ты настоящий друг потому что я честно говоря очень ну всегда мечтала узнать получше как бы участников проекта ну понимаешь в рамках автопати да когда мы всё-таки после концерта уставшие собираемся всего на час на полтора ну о таких вещах и не успевалось как бы поговорить никогда а ведь столько всего интересно ну хорошо а вот раз ты такой оказывается заядлый меломан профессионал во всех уже жанрах возможных и невозможных вообще вот ты когда-нибудь был включён ты собирал может быть винил там или может быть я не знаю диски у тебя там целая подборка или как в каком-то ещё другом формате или нет или может быть даже с папой вы этим занимались потому что все же музыканты не знаю но были какие-то диски не потому что у меня как-то большая коллекция да пластинки были ну я уже не припомню ну это я же уехал во сколько в девять в десять лет вот и всё я уже как-то стал забывать что там вообще было то на самом деле ну папа мне кажется собирал пластинки да вот у меня такого ничего не было вот я вообще сейчас просто пытаюсь вспомнить что я в принципе коллекционировал так вот по сути а марки может быть ты коллекционировал или машинки такие знаешь модели которые там либо надо было склеивать вот у машинок у меня дофига было всяких разных а вот эти вот да прикольные которые типа сначала собери потом не знаю там раскрасить что-то такое да нужно было с ними делать или такие наоборот модели которые собираются как конструкция причём насколько я знаю очень сложно это именно такие для взрослых такое было у меня у меня был какие-то вообще такие про детство вопросы интересные у меня была машинка типа форт какой-то кобра или что-то такой мустанг прям то есть он ну модель там не знаю пятнадцать к одному вот такая вот штука прям железная да вот это вот мне очень нравится открывались двери там крутились колёса крутился руль там он был такой кабриолет то есть я его сам собирал и были и там фары тоже отдельно всё там отдельно в общем да я собрал всю машину конечно такой классный челлендж как сейчас говорят слушай так это очень прикольно потому что у меня тоже ну я собирала правда я ещё была маленькая вот у моего дяди моего дяди целая вообще коллекция и он мне показывал так давал поддавал подержать это в руках потому что руки крюки естественно ну потому что знаешь такой любовью и как это всё на самом деле ну там недёшево дорого да это всё супер ну короче говоря да это целая история слушай ну раз ты так развивал мелкую моторику меня это наталкивает на ещё одну мысль на добрый десяток вопросов как бы которые у нас в перспективе пазлы всякие там не знаю настольные игры какие у тебя интересы у меня ты просто сказала про пазлы у меня есть одна история не знаю надо её здесь рассказывать или нет но ну просто возникла ассоциация вот именно с той историей в общем я как-то раз попал вот я на самом деле вообще тебе не отвечаю на вопрос но там будут пазлы вот ты готова на такое ну я готова конечно ну вот в общем попал я как-то раз я в в приют отличное начало Серёж ты знаешь ты зашёл с козырей так историю ещё никто не начинал да в общем ну так случилось что я был один в Москве вот и мне было сколько лет шестнадцать или семнадцать вот и то есть не было родителей здесь и как-то так случилось что меня после десяти вечера меня обнаружили сотрудники полиции милиции на тот момент вот на улице а комендантский час же вот и всё и в отделение а потом а мама с папой есть нет нет всё хорошо ну значит ты едешь вот вот сюда вот туда и я побывал в приюте это вообще ну то есть что я там делал абсолютно непонятно но в общем как-то вот так вот случилось вот и почему я вспомнил про эти пазлы потому что ну значит меня там к пяти там утра например туда привезли в этот приют вот и там были значит ребята я наверное зря это рассказывал но по-моему нет это очень интересно просто в шоке вот значит меня туда привезли а и я вот где-то там ну утром просыпаюсь и меня переводят в общую вот такую палату как бы где вот все вот ребята ребята остальные сидят вот и значит я знакомлюсь с пацанами там значит такие кенты такого же возраста как я только такие ну как бы ну уголовники вот действительно такие как бы мелкие эти не прям хулиганы а такие ребята серьезные вот и один только со мной так нормально общается а остальные такие типа что ты кто вообще ты не из наших видно ты нормальный вот а мы вот все нет ну или наоборот мы нормальный вот а ты вообще какой-то не из наших вот и этот мне вот все объяснил который со мной вот нормально заобщался вот по фене там мы сниматься раскинули вот и он говорит вот сейчас вот зайдет тетя вот и мы пойдем в игровую комнату это типа там вот у нас есть час час игровой комнаты мы можем там брать какие-то там вот как раз пазлы какие-то там доминошки еще что-то вот и значит я так а ну отлично вот значит спасибо да там за информацию и мы идем вот в эту вот реально заходит тетя мы идем за этой тетей в игровую комнату и она еще спросила все хотят да все пойдут в игру да конечно я тоже пойду ну все идут чего я не пойду вот а туда приходят абсолютно все ребята со всех палат абсолютно вот и значит такого мата отборного я не слышал никогда в жизни вообще там сидят эти остальные тети как бы они что-то пытаются там остановить их не получается вот и все там заняты своими делами вот и я ну я же новенький я вообще ничего не знаю я как бы такой светлый ангелок туда попал грубо говоря ну я не то что себя там это но просто ну это было на правах рекламы сереж мы все поняли давай дальше короче говоря сижу в углу никого не трогаю взял себе пазлы пазлы как сейчас помню такой жеребец и вот а нет 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 не жеребец жеребенок и мамочка такая вот лошадки в общем вот сижу собираем вот никого не трогаю и вдруг там меня толкает вот этот один из из этих вот моих же соседей вот такой толкнул и специально причем так задел чтобы эти пазлы вот попадали вот я такой типа ну вот ладно подниму ну чего я буду с ним тут пререкаться вот и потом он опять проходит специально вот так вот меня там уже прям еще серьезней вот в общем на третий раз когда он это сделал я не видел а что я сделал тебе ну чего ты успокойся я же я сижу никого не трогаю вот ну и он ну просто короче ну дальше в общем можно не рассказывать вот но я вот это вот ну вообще зачем да зачем но просто нет я к тому что вот они мои пазлы в жизни вот они ну сережь после этой истории так чтобы просто немножко подытожить этот рассказ который я пока не знаю в какую вкладку своих знаний поместить добавлю теперь я понимаю о чем ты молчишь в лофт филармонии ага понятно нет ну да нет не только об этом ну в общем ну просто вот вот такие у меня пазлы были в жизни да и больше нет подожди а с тех пор ничего не поменялось то есть как бы ну ты решил больше за это дело не браться как бы чего не вышло типа ну да у меня плохие воспоминания да фобия пазл да я поняла ну поскольку у нас терапия причем она уже становится интенсивной моя задача тебя как-то поддержать ну вылечить это громко сказано не берусь в общем у меня к тебе вопрос у меня к тебе вопрос вот если говорить о поиске баланса внутри себя ну ты вот уже говорил что тебя немножко бомбит всех нас уже так сказать немножко колбасит да на эту самоизоляцию вот рецепт от шефа вот если я скажу медитация по мазуру как она будет выглядеть эээ значит с утречка проснулись не как сейчас с с утречка остаются днем или вечером а вот прям раненьким утречком 9.30 ну а 10 вот пошли чаечек себе заварили все хорошо потом включайте зажигательную музыку какую-нибудь такую бамба лейла что-нибудь такое и зарядочка с утра которая на весь день просто зарядит энергией вот я реально вот этим пользуюсь я раньше так вообще не начинал день а сейчас просто у меня вот действительно прилив сил и классно себя ощущаю вот по сути медитации у меня нету никакой вот я вот так вот вхожу в свое состояние, которое мне мне по кайфу вот в этом состоянии, классно ты знаешь в этом что-то есть, потому что я вот сама говорила в своих ранних на заре этого карантина я упоминала, что для того, чтобы у меня настроение поднялось я тоже начинаю как бы тут пританцовывая готовить как бы убирать пыль вытирать в таком вот режиме и как-то того гляди и как-то уже и спина меньше болит и как-то голова вроде как поспокойнее вообще все надумано вот этих проблем-то их нет вообще да а если бы у вас что там Петя пишет если бы у нас были репы в РНМСО каждый день мы бы тоже вставали ранним утром насколько встает башмит понятно понятно значит смотри Сережа ну следующий наш интерактив там и комменты жгут но комменты всегда живут в моих эфирах своей отдельной жизнью то есть люди получают 233 удовольствия да все потому что сейчас не успеваю столько вообще значит задача очень быстро не думая отвечать готов? я конечно я готов да вообще я же люблю подолтать точно готов да? да да давай давай Париж или Барселона? Барселона красная или белая? красная мужчина или женщина? женщина один соло или дуо? дуо Дитховен или Моцарт? Моцарт горький или молочный? молочный север или юг? запад, восстан юг юг музыка или кино? музыка музыка Сережа или Миша? Миша Сережа молодец не ну все ты справился вроде как бы тест на адекватность ты сегодня прошел вот так что мы с тобой как это развлеклись на самом деле ты видишь ты уже мог не говорить как сказать скороговорки не рассказывать перед этим онлайном потому что видишь можно такое провести близ вот вопрос от Пруста ну не совсем нет как бы все таки мы не будем вспоминать ни Познера ни еще ни Познера это Алиса ее свой стиль не надо все Сережа у нас тут если ты краем глаз завидел предыдущий эфир есть еще один не менее популярный от меня вопрос что ты сделаешь первым делом выйдя с самоизоляции на него все как один я уже работаю на опережение отвечают я выпью возьму кофе на вынос и сделаю глоток и пойду освоясь такой ответ отныне мы ужесточаем условия не принимаются поэтому если ты хотел ответить это хреновы твои дела если ты хотел ответить не это отвечай не это я возьму чай с собой нет ну серьезно ребята сейчас с чаем сижу дурак вообще я бы хотел очень увидеться со всеми кого тысячу лет не видел вот забуриться в какой-нибудь там паб кафе вот просто сделать вечеринку такую освобождение вот что мы можем сидеть и пойду в приют да 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 и пойду в приют заиграть в пазл и просто классно проведем время вспомним как это было и забудем как это было хотя хотя тоже можно и не забывать потому что это тоже время время которое возможно нам было нужно вот так что да я бы хотел со всеми увидеться просто и классно провести время ну хорошо принимается принимается потому что как бы в этом оффлайн формате уже наверное все мы обнимемся все мы улыбнемся и выпьем только чай и кофе но это все будет потом а сейчас еще один вопрос который он вроде как бы нормальный но учитывая ситуацию он становится таким знаешь каверзным ну ты же решил как ты свой отпуск проведешь где в каком формате в какой стране у меня же все просто я же в отпуск я еду обычно в Сочи к себе домой вот к родителям ну понятно то есть у тебя все очень просто сел самолет полетел а там вся Москва будет потому что больше некуда лететь это конечно да но вот говорят что там в отеле поднимают цены до 400 тысяч на семью среднестатистическую типа там ну там один ребенок или там два ребенка муж-жена и все это 400 тысяч за неделю отдавай офигеть офигеть и как бы пожалуйста граждане езжайте вот только вот в наши курорты слушай а я видела что победа кстати вот рейсы да победа очень дешевые сейчас выставлены на продажу вот именно ну и в Сочи и там в другие регионы вообще России то есть там за бесценок просто можно купить там раза в два дешевле чем обычно и я уже думаю может действительно как бы психануть там полететь как только расхлопнут вот но если что если это все правда насчет расценок по поводу жилья ну тогда придется попросить политического убежища на недельку да организован конечно нет проблем ну понятно пойдет связи Сереж еще такой вопрос по поводу музыки вот я о тебе этого тоже не знаю ты когда-нибудь увлекался композицией ты что-то такое свое писал да писал ну давно и неправда ну так опять же это пописывал да пописывал это было это было в детстве опять же у меня все в детстве вот было вот насыщенная жизнь тогда была минусовки пишет Миша минусовки кстати да писал да в приюте пишет Петя отлично вообще без ты пишет Ярик ну да говоря вот я могу сказать что у меня был период ну хотя это у всех наверное было ну период по гармонии меня выделила педагогиня вот моя которая меня преподавала и сказала что вот я тебе ставлю пять с плюсом и тебе стоит задуматься насчет композиции потому что ты что-то там открыл вообще какие-то эти самые ну но это было один раз вообще я этим не увлекался столько сколько нужно было бы мог бы да мог но как-то как-то не срослось ну вот а в детстве я что-то такое сочинил типа для скрипки я хотел сочинить концерт для скрипки с оркестром Сергеем вот ну вот как-то не пошло не ну там пару чего-то там что-то получалось вот а Сережный Фуги да да это это прекрасно да это оно меня естественно приводит к такому логичному абсолютно вопросу дальше а вот если бы не профессия скрипача и музыканта ой вообще даже кем пожарник нет давай копнем опять в твое детство все проблемы из детства как я вижу смотри значит если бы творческая профессия но не музыкант при этом и вторая опция не творческая профессия то есть ну как все что угодно пожалуйста ну кстати у меня же был вообще выбор пойти в скрипку или в хореографию я занимался хореографией так вот откуда твоя неподражаемая пластика теперь все понятно я выбор ты замечала вот да я видела твою гибкость на расстоянии просто рентгеновский глаз до сих пор накачиваю конечно а на шпагатик садишься уже нет а надо садиться боже мой нет но я садился только вот на такой параллельный какой да вот параллельный шпагат вот и у меня был выбор действительно тогда но я просто понимал что либо я что-то одно выбираю либо я то там то сям и нигде ничего вот и в итоге я выбрал то что мне было легче всего на тот момент я выбрал скрипку потом я конечно когда в несинку попал призадумался вообще что я выбрал ну ну ладно нет я вообще благодарен судьбе что так вот все-таки я чувствую что я на своем месте вот там где должен быть вот ну как бы Сережа у тебя совершенно потрясающий эфир со мной неподражаемый но осталось всего лишь 21 уже 20 секунд и у нас есть возможность продолжить немножко еще диалог если у тебя есть такое желание если у тебя его нет то мы прощаемся осталось 9 секунд решай быстрее давай еще конечно продолжим давай тогда мы переподключаем сейчас я заливаю это дело в IGTV оно будет доступно так мы возвращаемся первая половина эфира уже доступна в IGTV ребят продолжаем наш диалог собираем заново аудиторию очень позитивно очень интересно и как здорово что можно получше узнать участников лофт филармонии по-моему сегодня не каждый день такие у нас эфиры но бывает и более обращенные привет а тебе уже и спать а тебе уже и спать пора потому что ты говорил что ты в это время ложишься спать вот так 3 минуты я вообще это самое да ну я не буду тебя долго пытать ты еще всего лишь сегодня исключение ну ты всего лишь еще вопросов на 200 ответишь ну первый и основной вопрос второго окна какие из вопросов первого эфира ты бы хотел воспроизвести в этом эфире ответы на эти вопросы да ну прям в точности воспроизвести это все конечно у меня не получится с филигранностью получится конечно именно с филигранностью но нет я просто не знаю ты хочешь еще раз поговорить обо всем серьезно нет ты знаешь я просто на самом деле вопрос абсолютно нормальный но какой вопрос я хотя бы запомнил сидел ладно я пойду по другому пойти ты хоть что-то помнишь что там было или нет или там все было настолько тяжело и муторно сумбурно да я наверное отвечал вот ну но все было музыкально больше всего мне понравился Блиц Блиц который Алисы который не никого не не Познер это это ее все да но я имею ввиду что вот это мне игра прям понравилась классно ну ладно я просто спрашивала не про свой онлайн ну да ладно сделай вид что мы как бы все мы друг друга поняли точнее мы не поняли нет ладно 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 Сереж слушай ну вот по поводу еще здорового образа жизни конечно не могу тебе не спросить ты уже упоминал вот зарядочку все дела ну и плаваешь ты же наверное раз как бы Сочи Краснодарский край все дела ты наверное умеешь плавать всеми стилями да и делаешь это офигенно круто не знаю почему такое представление о сочинцах ну так это как бы ко мне не относится точно я умею плавать бутерфляю умею плавать там на спине стиль топорика твои друзья тебя любят да да по собачьей да умею да и брасом могу но это же ничего не значит где я чемпион там или там где моя медаль так что вообще местные в Сочи они же не ходят на пляж в принципе они не ходят на море это очень редкие эксклюзивные случаи когда сочинцы ходят на море ну а я знаю что они там работают как проклятые знаешь я почему знаю потому что когда я была ну собственно маленькой мы ездили в Крым и в Крыму такая же история ну Крым был украинский как бы для нас было в общем-то все очень легко и просто и там же мы встречали всю Россию правда сейчас ничего не поменялось вот ну то есть мораль такая же что люди да местное население как бы совершенно индиферентно относятся к морю и то какие-то выходные и то злачные места все избегаются естественно там какие-то зоны там где не знаю чуть ли не нудистские пляжи супер дикие супер чистые просто участки да которые только знают местные да это все конечно а кстати вот кстати случайно затронула тему теперь уже сказала а говорю б а ты ходил когда-нибудь на нудистский пляж да серьезно ого ну и как тебе этот опыт ну как бабушки там всякие в основном но я при этом не нудил как это невозможно так это же не честно там все должны нудить если ты уже нудистский пляж ну нормально просто зашли туда то есть ты значит такой значит в одежке в плавках да а все остальные голая правда да ну да не ну это просто как ну просто было интересно что вообще как это вот забрели туда вот и искупались ушли все ничего мы там целый день не пялились на бабушек на этих как бы там как оголтелые просто не понимая что это они вот такие вот просто вот туда забрели и все обратно ну ладно хорошо не будем идти по этой скользкой тропе а вот скажи пожалуйста а палаточные всякие вот эти вот лагеря там не знаю всякие вот эти вот кемпинги там не знаю забраться на гору это а тебе или нет да я это обожаю но правда я ходил в гору всего раз вот но это было шикарно я ходил на гору фишт которая там как раз и находится ну кавказский хребет вот по голым бабушкам господи Петя да да голым бабушкам в общем ходил на гору фишт которая ну шикарно там просто природа невероятная видел ну что такие скользкие бабушки вот это все начинается просто зашел на этот пляж посмотрел на это все и поплыл по течению на обычный общественный ладно значит как-то не сходится зашел но потом поплыл так так можно нет действительно можно с берега вот ты заходишь да на этот людийский пляж вот потом в море значит окунулся и течением тебя сносят дальше на общественные пляжи а потом еще и к тем которые закрыты чисто для местных вот ну ладно вернемся к Фишту вот этот вот олимпийский стадион главный который он называется Фишт он почему так называется потому что есть гора Фишт вот там на Кафказе вот и вот я там к счастью был это было просто шикарно там природа невероятная до сих пор у меня эти впечатления вот они остались просто в сердце я видел там и оленей и медведей просто там шикарные красоты все виды ягод такие шалаши в которых мы спали ну вот они вот вот такие вот прям деревянные как вигвамы такие да типа да да такие вот вот там как раз такие как лагеря такие мини лагеря вот и мы поднимались мы на гору на вертолете вот а спускались уже сами там 15 километров надо было пройти вот и там был град вот такие вот градины огромные вот просто ну это еще и опасно вот и ну это здорово я бы с удовольствием еще посетил бы посетил бы конечно в смысле покорил бы какую-нибудь гору с удовольствием серёж серёж ну редкий случай когда вот здесь в онлайне наконец-то я нашла человека который как бы сориентированный на местности все в порядке во-первых это очень важно сейчас навык да так это вы себе пометили такую галочку поставили и второе что не менее важно тут я не уверена поэтому задаю вопрос ты добывать огонь из двух палок умеешь? нет все ты не прошел это был кальций из окной из окной могу нет серьезно вот это вот ты не умеешь когда палка в палку и вот это вот начинается нет блин никто не умеет ты посмотри мы не выжим ребята нам нужен человек который умеет добывать огонь зажигалку зачем нормально ничего так нет серёжа ты понимаешь когда вся вот эта история началась все же насмотрелись как при логических теорий и все уже представили как будут жить в лесу ну чтобы как бы нас не чипировал Билл Гейтс и так далее я помню я добывал огонь через лупу ну это все добывали поджигали газетку да да или выжигали ноты из из партитуры тоже было или делали татуировку у соседа на его попе да пока он спал да было хорошо наверное да вот вот и поговорили нет на самом деле сережа ещё буквально несколько слов о досуге насколько вот только что рассказанный опыт который возможен там в горах отличается от того как ты проводишь досуг в Москве ой ну это это да сильно отличается ну это как сказать обычно наверное мы собираемся друзьями едем на дачу кому-нибудь из друзей вот жарим шашлыки и классно проводим время ну тоже природа как бы но она другая просто тут нету гор горы все-таки ну вообще ну небо и земля вот хотя кому что ну вопрос вообще-то был как бы такой юмористический с приколом но как бы ты прикола не понял я думала ты мне расскажешь там про выставки про театры про концерты на которые ты конечно же ходишь за пределами своей работы и других активностей нет на самом деле да бывает конечно но что а вот я вот могу так на это все ответить на самом деле хватает профессии вот этого всего и бывает перенасыщение нашей деятельностью вот искусством и всем этим что когда появляется время отдохнуть ты не не захочешь идти на очередной концерт или на выставку да другое дело конечно а что ты сейчас делаешь Сереж такой звук интересный а это я просто на пюпитре вот поставил этот телефон и я откручу вот эту вот штуку которая а ты не мог бы ее не крутить а то у меня сейчас уши открутятся из-за звука извините простите и у всей аудитории тоже неожиданно понятно ну хорошо и последний вопрос есть ли у тебя вопросы ко мне как твой карантин это плохой вопрос это вопрос на целый час нет на самом деле да как мы в карантине насыщенно вообще не знаю как-то я практически не отдыхаю наверное это неправильно что я постоянно что делаю то подкасты запускаю то вот не знаю в лофт онлайне сижу то занимаюсь то пазлы собираю которые ты не собираешь кому-то же надо их собирать понимаешь не ну как бы то готовлю то выкладываю какой-то нарезаю контент из лофта бесконечно с вами часто ты может видеть краем глаза а вот как ты находишь мы прям поменялись да вот как ты находишь в себе вот столько сил и энергии вот этой вот что ты постоянно себя подстегиваешь мне вот не хватает мне кажется столько вот у меня есть один секрет могу им поделиться со всей аудиторией я сельдереем поделился только что я сельдереем оценила потому что я его ем в сыром виде и как бы тоже могу поделиться этим же лайфхаком может как сохранить более или менее узнаваемую фигуру и лицо на карантине ешьте сельдерей сырой вот ну а на самом деле ты знаешь очень просто очень просто когда ты не можешь найти мотивацию какую-то точку ну опоры а сейчас действительно такое время очень подвешено представьте что это просто последний день в вашей жизни чем бы вы хотели заниматься вам бы хотелось наверное сделать как можно больше хорошего чтобы вас запомнили или хотя бы чтобы зеленые человечки как это прилетели и увидишь что здесь была цивилизация которая что-то делала а не так же короче сливалась с собой или из дивана такой вот лайфхак ну давай дальше следующий вопрос нет у меня так не получается как-то блиц да нет ладно я тебе благодарна за эфир я надеюсь что тебе понравилось вот да мне очень понравилось спасибо огромное что есть такая возможность пообщаться как-то вообще вспомнить как это все общение с другими людьми нет я общаюсь конечно сейчас давай блиц все тебя просят чтобы меня короче ну давай очень был рад видеть вот да это взаимно очень приятно вот это вот сообщение про блиц просто чтобы его не заметили и скажут нет это здорово что ты делаешь правда не останавливайся и продолжай в том же духе ты нам какую-то вот вселяешь уверенность в то что мы нужны все нас верят и мы скоро освободимся и покажем класс на сценах ну непременно так и будет только вопрос когда вот у меня нет сомнений что мы вернемся конечно к своему нормальному распорядку вот сейчас пусть эти опции даже они несколько ну видоизменились ну знаешь у меня такая шутка есть насчет этих онлайнов недаром начала с модерации что да ну нет концерта ну что поделать все заперто но какой-то элемент этого проекта он все равно остается ну пусть пусть даже это вот только разговоры пусть это какая-то задушевная беседа но это такой знаешь глубокий очень глубинный бэкстейдж потому что в модерации в общем-то раскрываются личности да этих музыкантов ну а здесь еще более такие душесчипательные подробности которые нас ну как бы сближаются аудитории это же очень интересно узнать а кто чем увлечен какой стиль жизни такое поведение как они говорят какая у них мимика и вот все же находятся дома вот видишь у меня тоже вот ты побывал сегодня у меня в гостях можно сказать да ну я правда на вас туда ну тоже ну ты сказала не прыгай Сереж не прыгай нет я вот я дальше пойду вот туда у меня там шалаш как раз вот там классно а сюрпризов не будет да сюрпризы будут да так вот я же все жду когда же когда же а я думал ты скажешь там как-то это самое обманочка пошла сейчас мы расслабились да дорогие друзья вы думаете что в общем это конец нет нет не тупо было берем вас на мушку да и сейчас происходит прекрасное превращение да окно расстраивается сейчас будет сюрпризы какие неполадки да да какие там неполадки боюсь предположить какие да я тоже боюсь ну а вот кстати сейчас мы будем задавать вам вопросы добрый вечер Сергей здравствуйте алиса добрый вечер доброй ночи ярик привет я тут услышал про сельдерей да ты знаешь что это очень полезный на самом деле продукт как для мужчин я знаю что это секретный ингредиент рецепта его нельзя никому рассказывать дело в том что учит меня готовить ярик вот заслуженный повар России просим любить и жаловать вот приготовить ужин на ваш праздник на свадьбу на похороны там что угодно я для аудитории сейчас поясню для тех кто не в курсе как бы Ярослав Ульянов Альки Родина Родина этого человека не то Москва не то Зальцбург вот это как бы зарубежная стоежая звезда вот можно ли считать у меня вопрос к Ярику даже или к Сереже не знаю по отношению к Ярику а можно ли считать Ярика Сереже твоим духовным наставником в том числе не только кулинаром и шеф-поваром который тебя учил не мы абсолютно разные мы как черные и белые а почему вы оказались вместе на самоизоляции это это абсолютно это нормально это нормально не будем рассказывать почему нормально Алис так получилось а можно камеру дальше отодвинуть я вас не вижу вдвоем я просто снимаю квартиру здесь да просто я здесь жил но Ярик здесь жил и Ярик должен был уехать я не хотел улететь в Зальцбург потому что мы закрали границы и мне пришлось остаться он просто не успел ехать и мы живем вместе теперь ура как интересно так у нас все как это спим раздельно если вы об этом ну естественно заметьте я вообще ничего не говорила вы сами все говорите ну ладно теперь когда вы поставили типа все точки на ды как вы вы вдвоем значит у вас есть большее количество опций чем допустим вот у меня потому что я одна на самоизоляции Петя ну ты че Петя я на бабушек голых смотрел специально ну скользкий бабушка а что я вообще не услышал вопрос скажите вопрос пожалуйста ребят вот поэтому я и говорила что веселье будет ну просто безудержно вопрос был такой я анекдот могу рассказать смотрите ну вот на самоизоляцию вот тот вопрос который я не задавала Сережа люди многие вышли из положения для того чтобы не сойти с ума там были всякие флешмобы ну типа там изоизоляция ну и прочих вещей да и вообще вдвоем как бы можно столько всего придумать даже те же самые настольные игры там и так далее то есть уже не скучно уже с ума не сойдешь как бы смысл в этом как вы реализовали вот какой-то такой дуэтный перформ я отвечаю я отвечает Ярослав Ульянов смотри мы кстати начали рисовать друг друга я уже это сказал а ты говоришь да а нет я не знаю почему кстати на вопрос Сережи точнее твой вопрос Сережи по поводу занимается ли Сережа композицией я не знаю почему мы сейчас пишем изоляционный квартет да нифига мы его не пишем написали два такта два такта нельзя об этом говорить серьезно мы занимаемся всем чем надо так мы готовим мы занимаемся альтом кто альтом кто скрипкой а вы уже менялись инструментами вы уже как бы у вас был такой свин сегодня мы обсуждали постановку правой руки потому что я не понимаю как я играю такой правой рукой нет нормальная рука но как бы ну в общем мы рассуждали на тему должна ли быть правая рука у альтистов совсем другой нежели у скрипачей по сути вроде одно и то же но вообще ничего подобного инструмента и в общем в общем ну да были такие споры конфликты и все такое я считаю что интернет должен увидеть ролик как вы начинаете спорить насчет постановки это же тоже можно все завернуть в контент мы очень хотим получить позитивные эмоции можно вам взять такой скромный заказ заказ на контент Алиса как бы все все обсуждаем цена договорная да цена влияет сейчас кризис понимаешь изоляция масок мало есть хочется есть хочется болезнь закончился ребят хорошо тогда вопрос такой сколько раз вы нарушили уже самоизоляцию ноль я много раз в смысле все Сереж извини после такой фразы придется закончить на самом деле в каком смысле нарушение ну 100 метров до ближайшего магазина сколько раз а это нет 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 такого до ближайшего магазина вот например в пятерочке мне куриное фили не нравится мы хотим его покупать в перекрестке а он не в 100 метрах так хорошо сколько людей приехало за время я уезжаю два раза в неделю я уезжаю непонятно куда я никому не рассказываю просто Алис представляет что он просто встает и уезжает и говорит пока и все маску надевает я просто не могу здесь находиться так долго просто мне нужно как-то побыть вообще одному где-то ходит там нарушается а потом как ни в чем не бывало возвращается уже без перчаток и без маски скорее всего и кашляет не ну все давайте вот без этих штук все я уезжаю к девушке вот и вот и все и никаких шуток что и не будет вот так нет ну ты уже на своем блице уже все ответил ты как бы вроде как не должен был подштрафиться если бы ты ответил как-то вызывающе и неправильно мы бы еще подумали а так ну ладно мы тебе поверим на слово комментарии не уменьшаются вообще поэтому вот все ребят а вот серьезно такой вопрос каверзный а вам было страшно хоть раз за это время да сегодня когда мы на балконе увидели пчелу которая пытается к нам залететь вот у нас это проблема мы очень боимся насекомых которые летают у которых есть как минимум два цвета нет хорошо ребят а давайте психологический тест с вами тоже пройдем какой ваш какой ваш но только не ваш для каждого из вас по отдельности любимый цвет мой цвет настроения черный Ярик а у тебя я вот думаю красный наверное так черный и красный красный и черный так это что-то мне напоминает как без пяти минут стендаль какой-то так ладно а есть ли сочетание черный с каким сочетанием и красный с каким сочетанием сейчас скажет красный и черный застрелить два веселых гуся но если это красная рубашка то черные брюки да а ты кто говорил про одежду просто сочетание цветов я просто размышляю черный классно с белым черный классно с красным черный классно да со всеми цветами да вот черный с желтым офигенно блин ты всунуть фиолетов ну давай теперь с красным там да попытайся я и в черном Сережа в красном да кстати говорю все наоборот а ребята это о чем таки нет соборские бабушки это синий это синий но брюки черные все нормально хорошо а все-таки совпадение не думаю ну да конечно конечно нет а ну все там все там вообще ополчились ребят а вот если забыть про ваше как бы академическое так сказать настроение и ваши инструменты вы там на гитарках вообще играете и что такое вы умеете целых три три гитары у нас серьезно и вы круто играете электро и две обычные да и электро без одной струны и еще одна акустическая тоже без двух и без четырех колков но одна вот моя которая как думаешь у кого да нормально а ну все уже сказал слушайте а это такие это такие игрульки чисто для себя или в принципе если как бы соберутся приличные люди такое не стыдно показать конечно не стыдно не стыдно нормально а что вы голосите то есть вы поете какие-то песенки наверное да на самом деле поем а ну-ка расскажите о своем репертуарчике вот вчера мы вчера пели синий иней наверное мы короче шли в магазин и когда руки мыли пели синий иней ну разложили на терцию там не как всегда мы просто мы просто мы талантливы понимаешь все время раскладываем на терции все песни вот иногда на сексты вот и классно поет сейчас все 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 начнут нет сейчас все начнут тоже раскладывать на терции на сексты все песни и тоже будут талантливыми понимаешь получается конкуренция Ребят, а теперь серьезные вопросы. Давайте серьезно, потому что покаламбурить вы уже бы откаламбурили тут уже на 10 лет вперед. Завтра, вот я чувствую, что вообще будет... Я просто думаю, что завтрашний эфир уже останется у меня без юмора. Вы подставляйте следующего участника, но пока что никто не знает, кто там у вас будет. Вот не повезло ему. Короче, давайте поговорим о нашей артистической сфере. Вот есть три вопроса, которые я задаю, и они все три очень сложные. Вот давайте по очереди. Сереж, ты первый. Топ-3, внимание, основных качеств артиста. Вот на себя примеряя вот это вот, топ-3, по вашему мнению, основных качеств для артиста. Самое главное. Топ-3. И все, и видите, чувствуете, никто не смеется сразу, как на уроке. Бьюсь. Да нет, я просто хочу надеть на себя. Первое, оригинальность. Потому что, ну, я не знаю, как остальные, я просто очень много вижу, ну, мы возьмем альтовую, да, сферу. Вот то, что я вижу в учениках Московской государственной консерватории. дважды до имени Петра Ильича Чайковского. И я вижу, что их учат, ну, либо их так учат, либо они сами так делают, подражают всеми знаем, кому. И это, честно, это выглядит ужасно. подражают кому? Ну, ну, я просто не хочу фамилии говорить, понимаешь? А, ну, Один, ну, альтист такой из СССР. А, я поняла. Неплохой такой, да, вроде как? Все ясно, да. Кому? Ну, кому? И когда слышишь, что там люди специально уходят на льте в верхние, в позиции, в зону вечной канифоли, там массивно вибрируют все остальное, вот, честно, меня это раздражает. Так, ладно, ладно, Айн. Вот это вот индивидуальность. Оригинальность. Оригинальность. Это оригинальность. Не, ну, да, индивидуальность, я думаю, лучшее слово. Индивидуальность. Ну, я просто, я долго училась, Сереж, очень долго шла к тому, чтобы мой лексикон отображал то, что я думаю. Оригинальность, индивидуальность, оригинальность, я сказал, я рисовала оригинальность, все, ок. Окей. Я считаю, что важное очень качество... А вы решили по очереди отвечать? Я думала, каждый назовет три и три. А, ладно, давай дальше, все, я тебе не буду... Так я сейчас буду терпеть. Первый свой топ. Окей, теперь у меня первый топ. Первый, а, тогда первый топ, не подходит. Я думала, это второй. Ну, ладно. Я все равно скажу, на первом месте это умение артиста вовремя сконцентрироваться, собраться всю волю в кулак и показать все, на что ты способен, потому что очень часто происходит такое, что вот даже вот с этими записями для работы вот сейчас. Концентрация. Происходит такое... А, мы все, мы не обсуждаем это. Просто бывает такое, что ты пытаешься записать с первого дупля, но у тебя нифига не выходит и что-то там мек-мек не туда и что-то вот, просто надо собраться и все. На сцене у тебя нет второго шанса, надо понимать. это очень важно. Теперь второй вариант. Я тебя слушал, я еще не буду. Может быть, у тебя есть второй ток? Окей, мой... Да, я собрал... Ладно, потом прочитаю. Сережа, собрал всю волю в кулак находиться на дискомпляже. Господи, истинься, ребята, ну что же привозишь? Две донстрации вот ты уже плывешь по печени. Чтобы не было нет, нет. Не, ну хорошо. Я люблю веселые эфиры. Вы знаете, сегодня, да, мы пришли самих себя. Ладно. Это ж хейтеры. Они хайпануть хотят. Не, что вообще. У них еще будут свои эфиры, оторвутся там. Да. Концентрация, потом артист. Что нужно артисту? Артисту нужно нужно свое вот это вот нутро, когда ты, а, ну вот это индивидуальность, наверное. Оригинальность, да. Индивидуальность. Вот. И третье, выносливость просто, потому что сейчас, не знаю, мне кажется, солисты просто такие, хотя, ну нет, так всегда было, но просто ты должен выдерживать бешеные программы, постоянные смены репертуара, и это тоже куда важно. Вот. Ну, индивидуальность я бы поставил на первое место все-таки, вот из этого всего. Индивидуальность, концентрация и... Выносливость. Выносливость. Ярик, оригинальность и что еще? Я думаю, ну вот как это назвать по-русски? Ну, когда ты себя очень плохо на сцене ведешь невоспитанность, ну в плане, ну я не знаю, мы... Хулиганство? Ну, что-то типа такого. Ты же сказал оригинальность. Оригинальность в плане, что отличие было от других. Ну, может быть, ты имеешь в виду просто, что вот академическое искусство, да, вот академист, нас никто не воспринимает такими, вернее как, мы должны быть в известной степени, ну, развязаны в хорошем смысле слова. Вот это ты имеешь в виду. Свобода погулять. Наоборот, чтобы... Ну, есть артисты, которые себе очень много лишнего себе на сцене... А, то есть наоборот, как бы себя собрать в рамсе, да? Ну, более, если ты играешь на классическом инструменте, Моцарта или Баха, ну, веди себя соответствующе. А не мотайся. Сейчас бы, сейчас бы, да, он бы сейчас тут яясно бы в онлайне тебе сказал, что он не согласен просто. Ну, пожалуйста, это лично мое мнение. Просто вот эти вот, как стоят, блин, чешут, и у них вот это вот два метра за нос стоят, в чем машут? Вы сыграйте ручками. Окей. Так, и третья? Третья причина это боль. Ну, я не знаю. Я пока еще не придумал. Может быть, ты мне поможешь. Ладно, пока Ярик будет думать над третьим пунктом, если он вообще его придумает, следующий вопрос. Следующий вопрос. Ребят, углубляемся, углубляемся. Значит, что такое для каждого из вас музыка? Вот в одно предложение, это очень сложный вопрос. Музыка это? Вот когда вы выходите в образе артиста, вы играете свою любимую музыку, свое любимое сочинение, там, камерное, сольное, неважно, что это. Вот вы всю душу свою вкладываете, вас слушает огромная аудитория, вас любят, гробовая тишина, и вот в этот момент музыка для вас это? В этот момент я живу. То есть музыка это? Жизнь. Ну, это правда. Нет, это странно, там, как-то пафосно звучит, но, блин, а как по-другому? Если, вот мы реально, мы на кухне, там, например, готовим, готовим на кухне, и просто начинаем петь вместе, там, вот, какую-то, там, ерунду, но мы это делаем вместе, как камерный ансамбль, вот, там, типа того, ну, как бы, импровизируем, и все такое. И у нас это везде, вот в каждом, какой-нибудь ритм, мы начинаем отбивать, все вместе, на курице, да, и там, забываем, там, шлепать ее, ну, в общем, да, не важно. это, ну, везде просто, наша жизнь окружена этой музыкой, даже когда ее нет. Мы везде ищем в жизни музыку, Сереж, поэтому, ну, что для себя, нигде. Поэтому для меня, это жизнь, моя жизнь, это музыка. Вот. Нет, не так, не так, да, вопрос? Нет, я думаю, что все так, а вот там просто Ярик, значит, отыгрывается, Ярик, отыграет себя. Ну, это очень сложно, но это, нет, это не сложный вопрос. Это очень сложный вопрос, я отказываюсь. Очень сложно ответить на него, прям, категорично. Ну, это такое обширное же слово. У меня вообще очень сложно онлайн найти, я предупреждала, ну, давайте, попробуем. Ну, то есть, ну, я, не знаю, в смысле, что, ну, одно из главных таких сфер моей жизнеспособности и жизнедеятельности. Ну, посмотрите, просто я вам приведу, как бы, пример, который вам будет очень понятен. Сейчас нас всех, как бы, не лишили, конечно, музыки, да, то есть, вы можете взять инструменты, но лишили сцены, лишили, как бы, обратной связи, да, то есть, вы не чувствуете этот обмен энергии, но, то есть, получается, что какое-то изменение есть, и вы сейчас можете даже проанализировать это состояние, да, и, как бы, от противного прийти к какому-то более, знаете, креативному ответу. Понятно, что это жизнь для каждого из нас, просто ясно. Но еще, вот, я бы хотела, чтобы вы как-то развили эту мысль, если, конечно, вам интересна такая интеллектуальная игра. Интересная интеллектуальная игра. Что это еще? Why not? Это нереальные эмоции, как раз вот те самые, переживания, да, которые сейчас жутко не хватает, просто как кислорода. Ну, не знаю, у меня вообще по-другому. Если у меня отобрать акт, у меня будет какой-нибудь рэп или олег его. Мне этого будет абсолютно, так же будет и хватать. То есть, я безумно. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Я вас услышала, я вас поняла. Дальше идем. Теперь вернемся на время, значит, из наших музыкальных, вот этих вот дебрей, в жизнь сегодняшнего дня. Сегодня у нас, дай бог памяти, 26-й, который уже пришел в 27-е мая. Да, да, да. Смотрите, нас закрыли там плюс-минус, вот когда вы сели на самоизоляцию, давайте, от противного? 16-й. Ну, больше, марта? Да, апреля? Нет, 20-го марта, значит, с конца марта. 25-го. 20-е марта, да, где-то? Ну, все там плюс-минус по-разному. 28-й. 28-й. Ну, четко два месяца, да, сейчас вот. Четко. Вот у меня чуть больше уже, двух месяцев, потому что нас там раньше посадили, да, я помню, что РНСО работала до последнего, но неважно, короче, плюс-минус. Вот вы сейчас помните, как вы прожили эти два месяца. Да, помню. И вот вопрос, да, и вопрос такой, вот если бы вам сейчас, сию секунду, дали бы возможность эти же два месяца самоизоляции прожить по-другому, вы бы их прожили по-другому, или вы бы прожили так же, как все это и было? Нет, учитывая эту, то есть, эта самоизоляция уже прошла, и сейчас там, типа, выбор. Ну, вот сейчас вас просто так вот телепортируют, короче, в 20 марта, и вы понимаете, что вам дали возможность этот периметр прожить по-другому. Я уже вот частично на этот вопрос ответил, потому что я сказал, что так случилось, что нас вот так вот закрыли, что у нас была самоизоляция, так должно было быть, ну, как-то вот так судьба сложилась, да, и в этом периоде, ну, как бы есть очень много плохого, но есть очень много хорошего, поэтому я бы, ну, как бы сейчас я, на данный момент, я как бы благодарен этому периоду, потому что понимаю, что, ну, я надеюсь, что очень скоро мы освободимся, и, наверное, хорошие моменты в этом карантине, ну, как бы, переваливают. Если, если задумываться, конечно, о последствиях, там, о заболевших, о смертях, и вот это вот все, Ну, ты же не властен над этим. Конечно, я, я тогда бы сказал, что, ребята, стоп, все, если можно вернуть обратно, давайте вернем обратно, и вернемся ко всему. Да нет, ты не понял вопрос, вопрос уже заключался в том, я не понял вопрос. Нет, на самом деле, ты не понял вопрос на самом деле, потому что если, ну, я имела в виду, что можно было, допустим, продуктивно провести это время, и не очень, но почему это происходило, потому что каждый раз сообщали, что, ну, каждые две недели вспомнивали ко всему. Если бы нам сказали, что нас заперли на два месяца, психологически, это было бы по-другому. Люди бы поняли, ага, у меня есть два месяца, и кто-то бы вот так вот лежал, как бы, как бы, вверху, да, и отдыхал бы, ну, хватательно, а кто-то бы работал. Но твой ответ не поменяется. Я бы не стал. Нормально все. Я думала. Пойдемте я. Я очень продуктивно все делаю. Хорошо, а вот, ладно, это был самый лаконичный ответ ever. А новые таланты вы в себе открыли какие-то? Каждый день открываем. Ярик, какие поподробнее? Вы можете выиграть это пересертный блок в туалетной бумаге просто за счет этого вопроса. До 5 июня я не могу рассказывать. А, вот как. Да. До 5 июня? А что будет 5 июня? Нет, не могу пока. Я просто, ну, в этом плане я очень суеверный человек. Я пока не могу. Боюсь сглазить, скажем так. Хорошо. Ну, да. Договорим. Какие таланты? Ну, какие тут еще могут быть таланты? Да что тут раз, рассказывать надо, показывать. А, покажи картину. О, да. Шоу «Поле чудес». Вы можете показать свои достижения народного хозяйства прямо в эфире. Смотри, это кораблик. Это гуашью. Это да, классно. Ниже. Прикольно. Ниже? Еще ниже? А, все? Ладно. На гитаре просят сыграть. Вы можете сыграть на гитаре. Нет, вряд ли сегодня получится. Но уже очень поздно. Кстати, нет, я вообще... Соседи просто поразительные. Мы занимаемся одновременно вдвоем. Снизу, сверху, с боков никто ничего не говорит вообще абсолютно. И причем хоть в 11. Да, хоть в 2. Хоть в 3. В 2, хоть в 3. Но сейчас, вот сегодня нельзя точно. Почему? Потому что ты хочешь играть? Нет, конечно. Понятно. Ну, ребята, вы так заинтриговали на самом деле своим квартетом, который 2 такта написано, вот я запомнила. Да, да, я думаю, что после этого эфира прежде всего начнут спрашивать, когда же этот опус сборная солянка будет готов? Понимаешь, просто у нас, ну, в основном у Сережи была такая концепция, он высказал, что вот когда это было в марте, да, в конце или в апреле, когда начали все просто, ты в инстаграм заходишь, все что-то играют, и в основном какой-то один и тот же дуэт, какая-нибудь пасакалия, который уже достал уже всех просто, вот такое все, квартеты, Сережа говорит, а зачем мы будем играть, если мы можем сочинить? Да, здесь бы хотелось просто, ну, не идти на ту дорожку, по которой все пошли, это нормальная дорожка, нет, все молодцы, почему нет? вот, ну, вот, в общем, я не хотел об этом говорить, сейчас все начнут писать квартеты, все начнут готовить баланье, с сельдереем, да, вот это все. Ну, ты знаешь, на самом деле, если после этого так произойдет, это значит, что ты просто дал новый вектор тренду, понимаешь, то есть ты его озвучил, и все пошли по твоим стопам, и ты будешь как бы гордиться предвидением. Возможно. Ну, то все, теперь можно и не писать. Да нет, нет, ну, вообще, действительно, тогда вот было прям очень сильное такое вдохновение, вот, сейчас оно вот как-то ушло, и надо его как-то вернуть, потому что мне кажется, что этот период должен быть запечатлен в музыке. Да, я согласна, и, кстати, я задавала вопрос в ранних своих онлайнах, каким произведением или с какими произведениями они у вас отождествляется этот период, как бы, то есть, вот я говорю, там, самоизоляция, вспоминаете состояние, там, не знаю, у кого-то это ностальгия, у кого-то это депрессия, у кого-то там еще что-то, какое бы музыкальное произведение вы бы назвали? Одно или нет? Ну, пока еще не законченный наш квартет, из ума салонных квартир. Нет, подождите, ну, помимо этого, это еще не написано, из того, что существует. Не знаю, у меня это ассоциируется партиями симфонической музыки оркестровой, потому что я же постоянно это все записан на работу. Но я вопрос не понял, да, ты к этому вот так? Нет, я не понял, Ярик, а ты что из того, что написано? Можно задать вопрос, мне Сережу сбил? Из написанного? Да, какое у тебя произведение ассоциируется вот с карантином, самоизоляцией? Ну, блин, вы как будто бы не музыканты, как будто бы образного мышления. Я могу сказать ля-минор. Размышления масне. Выкрутился, молодец. Размышления масне. Ля-миноре. У нас квартет в ля-миноре. А знаете почему? Потому что в ля-миноре нет знаков, все это знают. Но мы не выбрали до мажор, поэтому вот. Нет, так подожди, какой мажор? Ну, тут все понятно, должен быть минор и без знаков, но понятно, что это ля-минор, слава богу. Ну, кстати, в первом такте уже нет. Да ты сейчас еще и все заполнил. Ему сейчас прямо украдут. Давайте честно скажем, что просто вот ковид-19, да, это же теоретики сразу выстроили в аккорд, в тональность, в звукоряд. Ну, я надеюсь, что вы это используете, наработку наших музыковедов? Да, конечно. Ковид? Нет. Ничего не использую. Хорошо, ребят, и последний вопрос. Вам, как людям, которые играют на струнных инструментах, как бы я, как пианист, кому просто обязаны дать? У вас есть дома фортепиано? Да. Да. У нас есть и баян, и аккорд, я тебе помню, серьезно, у нас... Нет, серьезно, у вас есть фортепиано? Да. Синтезатор. Просто Ярик пишет музыку, кроме вот того, что мы пишем такие вот изоляционные квартиры, Ярик пишет электронную музыку. Ты не электронная. Ну как? Как это называется? Ну, в общем, он пишет через через программу... Через программу... Через программу в компьютере он пишет Q-Base такая называется. Не знаю, что за меня. Ну, поясню. Короче, я пишу музыку ко всему. Ну, к тому и напишу. Хорошо, просто я хотела узнать, насколько сильно вы и успешно прокачали свои скиллы на клавишных инструментах. Я пианист, кстати, вообще. Ну, по первому образованию я... Давайте пять. Вот так вот, нормально. У меня еще два диплома. Альт и фортепиано. Но я уже забросил фортепиано, потому что сложно много заниматься. Да, я понимаю. Вот я смотрю, что Сережа тоже горит желанием ответить на вопрос, насколько хорошо он играет на фортепиано. Да, я очень хорошо импровизирую на фортепиано. У меня есть импровизация. не заготовка вообще. Я ее... Потому что ситуация с Яриком, как бы, она нестандартная, когда человек, честно говоря, я прекрасно, прекрасно играю на фортепиано, сейчас ты не занимаешься, но я прекрасна. Это хотя бы... Это даже на уровне, знаете, даже на уровне лжи производит впечатление. Я могу тебе сыграть прямо сейчас. Нет, я верю тебе. Я не о тебе говорю, я в целом говорю о ситуации, что на уровне лжи, когда говорит струнник, что он прекрасно играет на фортепиано, как-то все равно радуешься. На вступительный, кстати, там офигели все, особенно огромный негр. Говорит, что? Огромный негр плакал? Нет, я заметил, у него были огромные руки. А, из зеленой мили такой. Нет, и... Из фитера, в смысле. Да, наступительный у меня была смешная история просто. Ты не расскажешь? Ребят, мне кажется, что все-таки мы как бы истерпали свой ресурс. Вот, всегда нужно оставлять какое-то последнее. Алиса, извини, маленькая история с Мазуром и мной. На третьем курсе Сережа сдавал фортепиано Московской государственной консерватории ордена Ленина, там, все вот это такое. Звонит мне и говорит, Ярик, а не мог бы меня проиллюстрировать? И так получилось, что я почему-то взял скрипку Дани Когана, потому что он почему-то тоже там был. И играл. Чего мы играли? Мы играли романс неискушаемый и бездушный. И это было замечательно. И просто после первых пяти тактов я слышу, как мужчина лет шестидесяти поворачивается комиссия говорит, Московская консерватория, уровень. Ну, ты можешь себе представить, как это было. Ну, Ярик, альтист, играет на скрипке плохо, вот, потому что он альтист. На альте он играет отлично, а вот на скрипке сразу плохо. Так, сейчас заплакали все альтисты и ржут все скрипачи, короче, по аудитории. Понимаешь, Алис, что, извини, что перебью, ровно через год на этот же экзамен Сережа мне не звонил. Он позвонил своему другу тромбонисту, и он играл точно этот же романс, только с тромбоном. С Юрой Мажоридом. Привет, Юр, если ты здесь. Спасибо, классно тогда сыграли. Просто еще классная история это тем, что Ярик не был студентом консерватории, и он пришел просто с улицы, чувак, пришел и сыграл со мной экзамен по... Ну, не с улицы, не важно, но пришел и сыграл со мной экзамен по-общему, просто пьяный. Ну, Сережа, если тебя эта ситуация как-то удивляет, я могу прокомментировать, что это совершенно нормальная ситуация, когда никто не знает своих студентов, и можно сдать пойти экзамен по специальности в сольном формате как бы за того парня, и никто даже не заметит, даже твой собственный профессор иной раз как-то. Да, да, ты кто? А, привет. Ну, это я, конечно, преувеличиваю, но, знаешь, вот у нас отношение к студентам, ну как, оно не всегда тебя знают в лицо и по фамилии, чтобы ты как-то еще как-то соприкасалась, мне бы еще твою программу наизусть и знать там. Нет, нет, это... Ну как с улицы все пути ведут МССМШ, это Гресенко? Давид Яжов тоже из Гнесинска. Тут очень много... Ну понятно, сегодня, короче, у нас Гнесинские вечера, ребята. Петя Лунцер, кстати, тоже был, между прочим, я помню, как мы в детстве боялись Петю с Мишей и Фейбином. Он какой-то был такой интересный. Ну, сейчас тоже. Ну, теперь, когда у нас уже формат перешел в чистосердечные признания, и вы можете передать привет опять своим родителям и своим друзьям. Можно, не надо. Можно, не надо, но так или иначе, у вас есть ровно три секунды на рассмотрение опции того, публикую я это или нет. Но не в IGTV. Я хочу привет передать курцу. Открой границы, шайся. Я хочу уехать. Спасибо, хотим куда-нибудь уехать, но пока что заперто. Ну что ж, ребята, я вас благодарю за эфир, было очень весело. Спасибо огромное, Алиса. Это здорово, что есть такая возможность пообщаться. Интерактив с вами просто потрясающий, мне кажется, что все остались не просто в восторге, а вы просто реально людям сегодня подняли настроение, мне в том числе. Это главное. Слава, мы старались, но это так, непринужденно. А это если мы подготовимся, по сценарию будем работать. А в том числе, понимаешь, весь и прикол, Ярик, как бы у меня вот сценарий, ну вот он, вроде как он есть, а вроде как его и нет. Нет, это самое классное, когда нет сценария. Импровизация. Импровизация. Я говорю, импровизация. У нас так и кино снимают. Самое главное, это импровизация. Нам не нужен сценарий. Вот, пожалуйста. Ярик, я пойду, ладно, что ты опекаешь, как только я решу снять полный метр, обязательно. Первый звонок вам в одну квартиру с Сережей. Я запомнила. 167. К, 04, 19, 11 этаж. Ага, даже так. Ребят, ну что вам прислать, не знаю, перчатки в подарок, или что вам сделать? Маски прислать вам. Не, масок много. Маски в гармонии, а у нас в гармонии. Сельдерей. За то, что Сережа рассказал главный секрет. Да ладно, никакой это не секрет. Самый главный секрет. Спасибо, Алис, большое. Спасибо всем. спокойной ночи. Вот, и ребята, держимся. Хейтеры, пока. Которые гневные комментарии писали по-любому. Скоро. Да ничего, никто не гневный. А про скользкие бабушки это не что? Ну, просто. Смешно было. Такой элемент бэкстейджа все еще в активном окне. Мне это так нравится. Главное молчать и наблюдать за вами, как мультяшки. Так мы ж талантливы. Да вы очень талантливы, а безумно талантливы. Мыши, не мы, мыши. В общем, да, 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 да. Ребята, всем счастья. А топ-3, я река петь, давай, прям вот быстро. Ну, ладно, все. Счастья, пока, двигайся. Поко, а поко. Миш, пока, пока, да. Доброй ночи. Всего. Миша. Спасибо. Доброй ночи. Да, пока-пока, ребят, пока. Всего пока. Ну, и небольшое послесловие. Ух, ух, после такого онлайна динамичного. Ну, что можно еще добавить? Можно сказать, что музыканты веселые люди, и спасибо большое за такой позитив ребятам, потому что, мне кажется, аудитория сегодня получила истинное удовольствие, и сейчас не хватает этой душевности, не хватает оптимизма какого-то, потому что, в общем-то, мы уже близки к выходу с этой самоизоляции, но вот все, все никак оно не случится, и мы все еще сидим по домам, но у меня есть ощущение, что мы уже все вместе, вот, поэтому, да, вы-то остались, да, вы-то остались, и мы-то остались, но я с вами должна попрощаться, завтра опять полночью мне выходить, видеться с вами. Присоединяйтесь, будет весело, продолжаем наш пятый сезон до субботы, ну, а дальше, дальше устроим голосование, посмотрим, чего желает аудитория, может быть, я уже вам надоело, поэтому все, прощаюсь, пока-пока, всем добрых снов, спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok,